Всем привет, на связи Дед, Смоук и Фикс, и в этом видео я вам покажу, как зарабатывать на финансовом рынке с техническим анализом. Полный разбор, сопровождение, реально от А до Я. Давайте, все по полочкам, просто запоминаешь, повторяешь в своей торговле и получаешь плюс. Давайте договоримся вот на этом. Вначале по старинке дайте сюда жизни, поднавалите лайкосов, и будем с вами приступать к очень грамотному разбору на финансовом рынке. Показываю вам свой подход и свою торговлю, как это делаю я. Вам нужно просто это все повторить. Итак, первым делом захожу в хелпер, обновляю данные и выбираю нужную валютную пару, та, которая светится красным, либо зеленым. Ну, например, CAD CHF. Далее, я выбираю от трех таймфреймов, это 1 минута, 5 минут, 15 минут, и запускаю анализ. По итогу я получаю вероятность движения на продажу, 77%, валютная пара CAD CHF. Далее, здесь на сайте TradingView я открываю CAD CHF. Передо мной есть весь график, еще раз захожу в хелпер, 77%, достаточно неплохо, и вероятность движения на понижение тоже неплохая. Итак, CAD CHF, выбираю данную валютную пару, далее я выставляю время на 4 минуты и открываю сделку в сторону вниз. Дальше мы заходим с вами на TradingView, и сейчас я буду полностью проводить технический анализ. Итак, общее движение направлено на понижение, мои максимумы стремятся вниз, это мой основной максимум, далее максимум и здесь максимум. То есть спокойное, планомерное падение вниз. Дальше, от этой ключевой области, области сопротивления, происходит движение на понижение. Дальше, ключевая область остановки у меня находится также здесь, и давайте полностью буду сопровождать. После того, как произошло пробитие этой ключевой остановки, цена обновила свой локальный минимум, происходит момент компенсации обратно к области сопротивления. Здесь находится объем со всего данного движения вниз, то есть все это движение вниз кинуло свой объем в данную область. И сейчас при подходе у меня снова происходит движение на понижение. Сейчас мой продавец будет стремиться к тому, чтобы пробить эту локальную область и снова обновить минимум. Дальше смотрим на все остальные факторы. Здесь цена находится в отрицательной зоне, то есть на понижение. Общий тренд у нас медвежий, здесь общий фон по Volume Trend на понижение. Объемы внутри свечи на понижение также присутствуют. То есть нам есть куда идти, и наш потенциал и заряд на дальнейшее движение вниз достаточно высокий. Вот так вот выглядит реальный анализ графика на финансовом рынке, а не просто вход по направлению, по роботу, по боту, по сигналам, по прогнозам, по еще чему бы там ни было. Пацаны, нужно подключать свою голову. Еще очень важная вещь, которую я хочу озвучить в этом видео. Сейчас огромное количество людей хочет вступить ко мне в группу, но почему-то они начинают искать нашего чат-бота в поиске прямо в телеграме и попадают на мошенников, которые просят с вас 20, 50, 125, 50 долларов. Короче, просят с вас какие-то деньги. Люди их сбрасывают. Здесь я, наверное, когда буду просматривать этот видос, я просто сюда вставлю вот скриншот. Мне скинул лев скриншот общения с человеком, который писал просто левому аккаунту, чтобы вступить в группу. И тот просил у него деньги. Он скинул деньги на вопрос, где ты вообще это нашел. Человек не признался. Он написал о том, что да нет, я по ссылке переходил, которая есть под видосом. Но, пацаны, если вы переходите по ссылке, которая под видосом, вы попадаете на оригинальный наш аккаунт. Вы вступаете в группу. Вы ничего никому не платите. Просто регайте себе акт. Сами себе кидаете денежку на баланс. Все остается у вас. Вы никому ничего не платите. Мы никогда ни с кого не брали ни копейки. Но есть люди, которые очень сильно, я не знаю, где они, в какой реальности они находятся, что они не могут отличить оригинал от подделок. И чтобы получить доступ к хелперу, вступить в общем и целом в закрытое сообщество, все плюшки у вас будут в наличии, просто пишите по ссылке в описании. Также ссылка будет в комменте. Не ищите, не пытайтесь искать по имени. SmokeFXBot. Либо просто SmokeFX. И вы же пишете. Но часть людей пишет левым аккаунтом, думает, что это я. Хотя меня нет. Я не общаюсь с вами только на YouTube в комментариях. Я с вами общаюсь. Я там все читаю. Здесь плюс. Не пишите левым аккаунтом, потому что вы просто будете связываться с фейками, с мошенниками. И некоторые, ну особо одаренные, думают, что они общаются со мной. Снимите вот эти розовые очки. Не ведитесь на чепуху всякую. Я никогда не брал с людей бабки за то, чтобы давать им информацию, софт, видосы там. Вы поняли. Ну а так уже меньше тысячи мест в группу по ссылке, по одной ссылке в описании под видео. Кому надо, вступайте, кайфуйте, развивайтесь. Изучайте там огромное количество инфы. Так. Все вниз валится. Вообще все вниз. Уверен, что USDCAD тоже будет меняться. Но раз все вниз, то нет смысла даже смотреть на проценты. Вниз так вниз. Окей. OutUSD. Момент отката. Общее движение. Ну тут все понятно. Тут все понятно. Момент просто отката. Он сейчас у меня закончится. И по OutUSD можно заходить на понижение так же. OutUSD 82%. Это полетели сразу. В случае чего просто буду использовать перекрытие. Просто посмотри. Ну все красное. Давайте посмотрим на этот процент. 83%. Больше 80% это уже пушка. Вот одна. Одна. Локальная остановка. Вторая. Третья. То есть по всем этим остановкам есть объем. Дальше. Общее движение на понижение. LAPS. Здесь локальная остановка. Давайте ее отметим с вами более конкретно. Вот так вот. И от этой остановки потенциал движения на понижение. Мой продавец будет пытаться обновить данный минимум. Мы видим, что происходит такое импульсное движение на повышение. Импульсное движение обычно очень долго не живет. Поэтому опять же все с вами держим под контролем. Так. Здесь у меня в отрицательной зоне по шеверу находится цена. По Volume Trend у меня присутствует тренд на понижение. Даже несмотря на то, что он идет на уменьшение. Но так как здесь происходило большое количество отката. Вот оно такое здесь и формируется. Будем с вами за всем сейчас следить. Итак, ребята. Что я вам еще хочу сказать. Вы спрашивали про SmokeFX Shaver. Это единственный индикатор. Единственный из 30 штук примерно. Которого нет сейчас в открытом доступе. Он есть у меня в использовании. Мне еще не дали просто рабочую версию. Как это сделают абсолютно без проблем. Как со всеми другими индикаторами. Я вам его выставлю. И каждый сможет его использовать. То есть SmokeFX Shaver основан именно конкретно на тренде. На перекупленности. На перепроданности. Но здесь есть просто одна авторская штука. Которую мы никак не можем решить. И я надеюсь, что мы ее решим. Если нет, то в любом случае я сделаю какой-нибудь аналог. Подобный на шейвер. И также отдам вам в использовании. Пацаны, абсолютно за это не переживайте. Я вам скажу так. Что шейвер здесь абсолютно не ключевой технический индикатор. Ведь у вас есть раз уже Volume Trend. У вас есть объемы внутри свечи. Ну вот это кстати таблица. У нас есть в другом индикаторе. Тоже есть. Вот только бы вспомнить в каком. Хотел сказать про таблицу. Что возможно ее нет. Но она есть в другом индикаторе. В подборке. В бесплатной. Вы можете это найти. И просто использовать его. Там другое отображение. Да и все собственно. Так. Но давайте вернемся. К тому что по OutUSD. Это вход на понижение. Цена пару. Раз. Да. Раз. Раз. Пропала буква R. Будто бы стал картавым. Так. Пару раз цена у меня доходила. Цена у меня доходила до точки открытия. И по итогу рвалась просто-напросто вниз. Вот просто-напросто вниз. Здесь 30 секунд до завершения. Хочу чтобы вы понимали реалия. Вот как все происходит на самом деле. Пацаны. Не просто. Опять же не нужно вам. Не нужно охотиться за какой-то волшебной кнопкой. Которая по вашему миру ощущению приведет вас к прибыли. При этом вы ничего не будете делать. Пусть лучше у вас пару раз на последних секундах. Цена чуть-чуть зайдет за точку вашего открытия. Вы немножечко понервничаете. По итогу вы получите вот такой вот плюс. Как это сделал я. Цена по итогу наверх не пошла. И это очередной плюс. Ну вот так вот это все работает. И так можно повторять и делать бесчисленное. Ну бесконечно по сути. 1, 2, 3, 4. Запускаю анализ. 78% GBP USD. Ну здесь уже пробитие произошло. Я хочу посмотреть что-нибудь другое тогда. Обновляю. Нет. А вот USD тоже. Слишком попсовый такой. Давай какой-нибудь Еврокат. Давай Еврокат посмотрим. Так. Запускаю анализ. 85%. Ни хрена себе. Еврокат на понижение 85%. Давайте заходить. Почему нет? Еврокат. Еврокат. Раз. На понижение 2. Заходим сюда. Обратно. И вот какая здесь ситуевина. Область локальное сопротивление. Область сопротивления ключевая. От этой области происходит движение на понижение. Максимум. Раз. Два. Падение локальный. Максимум движения на понижение. Что он хочет сделать. Ну конечно же протестить еще раз крайнюю область поддержки. Да. Теперь смотрите на все второстепенные факторы. Объем. Здесь общий фон на понижение. Здесь отрицательная зона вниз. Здесь на понижение. Общее движение вниз. Потенциал на понижение. Ну то есть все валится вниз. Ты понимаешь. Абсолютно все валится вниз. Объемы присутствуют. И только лишь вот этот мимолетный откат на повышение. Знаешь. Оставляет такой небольшой шлейф о том. Что да. Возможно здесь действительно есть небольшая сила на повышение. Тут ключевое. Небольшая сила на повышение. А так на моем. На моем. На моем. На моем ютуб канале. Я показываю вам. Реальную торговлю. Она многим людям со временем. Она станет неинтересна. Потому что они думают так. Каждое видео технический анализ. Каждое видео он что-то раскладывает там по фактам. Что-то раскладывает по полочкам. Так это все одно и то же. Область. Стрелочки. Мне нужно что-нибудь новое. Ты понимаешь. У них вот такая вот логика. И они идут искать что-нибудь новое. Они попадаются на каких-то типов. Которые их кидают на бабки. На разгоны депозитов. На платный софт. По итогу ни хрена у них не срабатывает. И они в агонии просто-напросто забывают о том. Что когда-то они смотрели про реально бесплатный метод анализа. Под названием технический анализ. Где Смоук. Старый добрый дед Смоук. Фикс проводил полный разбор графика. Рассказывал что, где, почему, куда. Но они про это уже не вспомнят. Пацаны. Они просто проиграли. Это проиграли. Слово такое. Очень неприятно. Все свои бабки на разгонах депозита. На инвестициях. Просто-напросто никуда. То есть они просто скидывали свои бабки. Непонятно кому. Встречали. Встречали в своей жизни каких-то мошенников. Ну в общем, они, эти люди, они отходят от фундамента. Знаешь, нужно не забывать на чем все основывается. Заработок на финансовом рынке он основывается на техническом анализе. На финансовом рынке, я подчеркиваю, я не говорю про крипту сейчас. То многие приплетают финансовый рынок равно там крипторынок. Нет, это два абсолютно разных мира. Поэтому здесь отлично работает то, что я вам показываю. Бери, повторяй, бери все эти инструменты. Но нет, людям нужно что-то новое. Люди хотят не просто технический анализ, что объясняет вам где-то. Не хотят вот что-то новенькое. Это рабочий инструмент. Ты садишься, фармишь бабки. Зачем тебе что-нибудь новенькое? Вопрос. Дальше это все бесплатно. Что ты хочешь? Ты хочешь, чтобы я тебе что-то продавал? Давайте я буду вам продавать весь этот софт. Я уверен, его будут брать с удовольствием сотни людей как минимум. А то и тысячи. На YouTube очень большая аудитория. Но нет, я даю вам это все бесплатно. Для вас, вы сами думаете, что раз это бесплатно, и для вас это искусственно теряет ценность. Вы же за это не платите, значит, это как, ну, ну, такое, ну, неплохо. Давайте я вам буду продавать все. У вас изменится отношение на 100%. Я вам это гарантирую. Смотрите, снова плюс. Бесплатный софт, бесплатный контент. А людям все мало? Ну, мало. Ну, давай нам что-нибудь еще дай. Ты мало дал? 30 индикаторов? Мало. Сотни обучающих видосов? Мало. Ну, все мало. Больше давай. Таких комментариев немного. Но я понимаю, что люди не все пишут комменты. И какая-то часть от аудитории, она действительно вот такая вот, да. Что мало, на халяву не то. Все не то и все не так. А по итогу, что будем делать, пацаны? По итогу будем ходить куда? На нелюбимую работу. Так. О чем вы? Давай, GBPCHF тоже можно залететь. GBPCHF. Пусть оно будет у нас полтосиком. Потому как рывок на повышение может произойти. Ну, опять же, общее движение на понижение. Потенциал движения вниз. Здесь локальная область была пробита. Минимум обновился. И сейчас будет попытка обновления. Очередная попытка обновить вот этот минимум. По всем факторам давайте смотреть. Отрицательная зона. Тренд на понижение. Раз, два, все вниз. Объем на понижение. Верхние части на понижение. Максимум опять же стремятся вниз. То есть, ребят, со всех сторон, как ни крути, здесь вход в сторону вниз. Единственное, что мы с вами открылись в текущий момент, фактически на самом минимуме. И может произойти фаза компенсации на повышение. И, возможно, здесь будет использовано перекрытие. Если оно будет, то есть одна остановка. Вот здесь вот область. И, возможно, по этому минимуму также нужно будет смотреть на объемы. Но это я уже наперед рассматриваю. Не самый там хороший момент, который может произойти. Давайте с вами следить. Так, что вам еще сказать в этом видосе? Абсолютно все рабочее. Это отличный помощник. В закрытой группе просто сотни торговых прогнозов. Смотрите, что отрабатывает, что не отрабатывает. В предыдущем видео я, по-моему, вот так вот зашел на 4 входа. Или на 5. Я не помню. Короче, я отрабатывал. И так же все было просто супер. То есть реально можно словить серию из 5 плюсов, из 10. Но, конечно, там бывают и минуса. Как ни крути, если ты будешь в тупую все копировать, а не включать свой технический анализ, ты будешь словить те самые минуса. А потом ты будешь всех обвинять. Все виноваты, кроме тебя. Ты же не подключил свою голову. Поэтому вот тебе минус. Чьи это проблемы? Если человек реально не хочет брать жизнь в свои руки. Он надеется на то, что где-то будет кнопочка. Кнопочку ему дайте. Вот, например, 5 минут. И не запустить анализ, а получить бабки. Вот ты жмешь, и тебе на карту сразу ляпс 10 тысяч рублей. Жмешь и еще раз. Вот так вот. Ляпс. Тебе оп. 20 тысяч рублей. Ты сидишь и просто жмешь на одну кнопку. Все такое хотят. Никто не хочет реально там думать своей головой. Но вот обратите внимание, что этот видос я решил записать и выставить на выходных. Многие его будут смотреть в разное время. Но в моменте он у меня выкладывается на канал на выходных. Что делают на выходных большинство людей? Они чисто отдыхают по-разному. Большинство, я уверен, что чисто втыкает дома. Какая-то часть правильная, здравая, занимается спортом. Какая-то часть пьет алкоголь. И это выбор каждого человека. И лишь немногие зайдут и посмотрят реальный разбор графика на финансовом рынке. С полным сопровождением. С объяснением. С обучающим подтекстом. Напишут мне здесь, спасибо, дед, что делишься опытом. Поставят лайкос и будут дальше заниматься собой. Изучать рынок, как здесь зарабатывать. И когда придут к стабильному заработку, просто напишут мне последний коммент на ютубе. Что, дед, спасибо, я всему научился. Дальше я сам. И пойдут светлое будущее. Ну а новые юные умы будут проходить этот путь заново. Обычно все это происходит так. Очередной плюс. Ну что, ребят. Сегодня вот такой вот лайтовенький видос. С разбором, с комментосами, с сопровождением. Делаю для здравых людей, которые это ценят. Все делаю на халяву, бесплатно вам отдаю. Надеюсь, что часть людей реально поддержат меня лайкосом, комментосом. Вы знаете, здесь нет лапши на уши. Здесь только правда. На связи был дедсмокфкс. Всех обнял, пацаны. На связи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok